На полигоне груда бруссев, досок и металла. А ведь еще недавно на этом месте проходили тренировки курсантов. В таком состоянии воспитанники военно-патриотического центра воин застали место подготовки. И это, к сожалению, уже не первый раз. Здесь у нас несколько препятствий когда-то изгорали каким-то образом и разрушают уже постройки не первый раз. Кстати, эта кухня, она, это не первый уже вариант ее, однажды она была уже разрушена. Кроме кухни пострадала полоса препятствий, один из самых важных этапов тренировок. Эти и другие сооружения ребята строили своими руками. Теперь все это обрушено и повалено, вырвано из земли колючая проволока, поломаны столы и стулья. В общем, как говорится, наломали дров достаточно. Неприятная картина, конечно, случилась. Мы такого не ожидали, конечно же. Ну, конечно, печально на самом деле. Вот мы строили своими руками вот это все. Здесь была траншея. Это один из элементов полосы препятствий. То есть по ней надо лезть вот здесь. Но, как мы понимаем, вот из-за вот этого, вот из-за того, что здесь наворотили, мы не сможем нормально проходить это препятствие, пока не починим. Вот это все мы делали своими руками, тратили свое время, вкладывали душу. И тут вот какие-то мародеры просто пришли и все это поломали. Полигон на озере Большое возводился еще в конце 17-го года. Здесь круглый год проходит тренировка и соревнования различного уровня. Наш телеканал проводил в этом месте съемки молодежного шоу «Я все смогу». Ребята помогали девушкам проходить полосу препятствий и другие испытания. В этот день, хоть тренировки и состоялись даже в таких условиях, не обошлось без определенных трудностей. Полосу препятствий будет тяжелее пройти, надо сначала починить все. Я считаю то, что если вместе, все вместе сплотиться и все вместе сделать, то получится в кратчайшие сроки все починить. Пока остается загадкой, кому пришло в голову все разрушать. Какой разумный человек пойдет на такое, когда даже добраться до полигона не так уж и просто. Кто бы ни был виноват, восстанавливать придется курсантам центра войн. И займет это больше времени, чем погром. Ведь, как известно, ломать не строить. Те люди, которые здесь ломают, совершают какие-то неправомерные действия, это они, прежде всего, делают плохо тем детям, которые, во-первых, здесь занимаются. Я очень хочу, призываю наших воскресенцев, жителей города Воскресенска, ну, не портить то, что сделано руками детей. Потому что это очень, ну, потом это сложно устанавливать все это. Это опять затраты физического труда, морального, материального. В восстановлении курсантам помогут коллеги из центра «Аквариум» при поддержке депутатского и ветеранского корпусов и просто неравнодушных жителей. Любую имеющуюся информацию о том, кто мог устроить погром, просьба сообщать по телефону, который вы видите на экране. А тем временем тренировки курсантов продолжаются, даже несмотря на такие неприятности. Настрой у нас явно не упал, тем более, что видим мы это вот такой уже не первый раз. Ну, просто это очередные вздохи, что, эх, опять все это ремонтировать, опять это делать. Неприятная ситуация, безусловно, но мы духом не падаем. Во-первых, сегодня здесь продолжается тренировка. В ближайшие дни в любом случае начнем разбирать это, начнем приводить все в порядок. Просто лишние заботы нам снова. Данил Шишкин, Данил Колпаков. Новости Искровект. Новости Искровект.